друзья всем привет сейчас я хочу рассказать и показать как правильно проверять уровни технических жидкостей автомобиля под капотом перед поездкой но это не обязательно делать конечно каждый день обычно это делают перед какой-то дальней поездкой ну или там какой-то периодичностью 1 2 недели 1 месяц и так далее все зависит от состояния вашего автомобиля если вы понимаете что автомобиль у вас старый какая-то система может быть неисправной примеры маслом может потом подъедать двигатель естественно это нужно контролировать чаще сейчас покажу и расскажу основные моменты на примере автомобиля лада калина начнем от сам омывайки самое простое вот у нас бачок омывайки тут естественно все мы смотрим визуально то есть эти все бачки они обычно бывают грязные поэтому лучше влажной салфеткой все протирать сейчас посмотрим вот у нас где-то вот здесь уровень то есть пока еще есть если уровень маленький либо чок пустой мы открываем крышку здесь у нас есть такая сеточка чтобы мусор не попал и соответственно сюда летом заливаем воду обычно а зимой заливаем не замерзайку заливаем можно прям до края до верхушки залить и закрываем при заливании лучше использовать воронку почему потому что здесь рядом находится генератор и его ремень это все желательно чтобы не намокло и если будете проливать это все польется сюда соответственно это электрика это ремень это никому не надо далее что нас второе это охлаждающая жидкость и антифриз вот у нас расширительный бачок здесь уже до горловины заливать не надо здесь нужно смотреть по меткам то есть сейчас видно здесь отметки минимум максимум вот этот вот штамповка идет как раз на уровне максимума здесь нужно заливать между отметками желательно чтобы это было посередине или ближе к максимуму для чего это нужно охлаждающая жидкость или антифриз при прогреве двигателя она нагревается то есть она является как бы теплообменником она отводит тепло от двигателя и охлаждает его отец она нагревается и расширяется поэтому вот эта штука называется расширительный бачок она расширяется ее уровень повышается это отметка максимум как раз специально сделано для того чтобы при расширении бачок не перепонялся и жидкость не вылилась во первых во вторых чтобы не лопнул сам бачок здесь у нас такая крышка стоит с клапаном она должна устраивать давление когда давление повышается лишний воздух который должен выходить из поэтому в случае антифриза это не омывайка которым мы там до горловины заливаем здесь важно именно соблюсти этот момент если мы заполним больше максимум то у нас может лопнуть бачок либо она может потеть через крышку охлаждающей жидкость при перегреве если мы заливаем ниже минимума то воздух может попасть система то есть она может где-то у нас там машина стать неровно тут уровень поменяется соответственно система может попасть воздух и появится воздушная пробка это таки проблема будут проблемы с охлаждением двигателя и с нагревом отопителя в салоне это нам не надо поэтому мы делаем ровно посерединке далее следующая жидкость это тормозная здесь тоже у нас сейчас все грязно конечно тоже есть отметочки здесь обратить внимание написано минимум и максимум то же самое вот здесь такие риски есть показывающие мы заливаем между минимум и максимум если мы зальем выше максимума у нас жидкость может отсюда опять таки вылиться если мы заливаем ниже минимума опять же как случае с охлаждайкой может образоваться воздушная пробка что снизит эффективность торможения что важно здесь вот случае тормозной редкости этот уровень постепенно падает то есть вот сейчас почти до максимума постепенно эта жидкость опускается вниз это связано не с тем что у вас какая-то утечка а с тем что постепенно у вас изнашиваются тормозные колодки соответственно могут из-за этого поршни выдвигаются сильнее тормозные и соответственно место в гидросистеме становится больше вот эта жидкость вся уходит вниз поэтому если у вас все исправно если вы там посмотрели колеса нигде у вас тормозуха не течет сюда принципе доливать не стоит почему потому что когда вы будете менять тормозные колодки если вы дольете к примеру вот у вас до середины опустилась вода мили до полного потом у вас были изношенные колодки вы поменяли поставили новые колодки вам придется выжимать внутрь тормозные поршни соответственно они тоже такая жидкость будет обратно вытеснять у вас этот тормозной бачок переполнится это все отсюда потечет зальет под капотку в общем приятного мало поэтому смотрим за уровнем если у тетик нету главное чтобы ниже минимум не опускалась так с этим все понятно теперь моторное масло тоже очень важно уровень масла двигателя для этого нас тут есть вот такой щуп масляный так называемый это железка она вставляется в поддон картера и соответственно просто механически вот окунается в масло и здесь опять таки есть отметки минимум и максимума сейчас покажу главное не испачкаться это конечно лучше дело двумя руками но еще снимаю поэтому покажу одной рукой так вытащили сначала вытираем первый раз чтобы правильные показания были засовываем обратно щуп и вытаскиваем еще раз так вот мы смотрим уровень так у нас уровень 10 почти максимум масло темный уже скоро менять надо то есть уровень у нас почти максимум сейчас я вытеру покажу эти метки вот обратите внимание в отметка минимум вот метка максимум написано вот между вот этими двумя отметками должен быть уровень масла опять-таки желательно чтобы он был посередине почему если будет слишком мало ближе к минимуму уровень то у вас постепенно если мотор жжет масло уровень может опуститься ниже минимума и это приведет к массивному голоданию это опять таки проблема для двигателя если вы зальете ближе к максимуму и даже перельете во первых зимой могут быть проблемы то есть у вас в поддоне много масла она застывает ночью когда у вас минусовая температура соответственно с утра у вас полный поддон густого почти что там замерзшего масла как пластилин соответственно вам сложнее провернуть утра коленвал нужно чтобы у вас был надежный аккумулятор и так далее двигателю сложнее запуститься в этом случае во вторых если вы перельете через максимум то вас могут потечь сальники сальники коленвала то есть масса слишком много и его можно начать быть вытеснять из этой системы кроме того это может засорить систему вентиляции картерна газов поэтому желательно чтобы ровно по всей одинке был уровень всегда это тоже нужно контролировать так это мы проверили и осталось у нас еще уровень масла в коробке сейчас сожалению это показать не смогу там есть отсюда видно там тоже такой же щуп в коробке но тут очень трудно куда залезть это нужно или спецовки делать или в грязной одежде я пока сейчас не стану залезать но вот там в коробке точно такой же щуп как вот здесь только он более короткий кто же моего вытаскиваем и проверяем уровень там масло обычно светлое потому что там нет такой температуры как двигателя и соответственно на этом прозрачном масле на щупе мы смотрим уровень опять же если там перелить масло тоже через сальники все это выжимает поэтому лучше держать ближе к верхней метке но не переливать вот такие вот советы и еще одно важное замечание дополнение уровне вот этих всех жидкостей желательно проверять на холодном двигателе то есть когда у вас двигатель холодный почему для омывайки без разницы она не нагревается для антифреза это очень важно то есть если у вас двигатель прогретой в часу вот ровно посередине стоит уровень если у вас будет двигатель прогретый горячий уровень вас он будет где-нибудь здесь 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 ответственно это будет уже неправильно вы посмотрите скажет вот у меня там вообще полно не надо заливать а когда остынет у вас может там до минимума упасть соответственно чтобы были корректные показания на все это на холодном двигателе делать тормозуху без разницы уровень масла тоже желательно проверять на холодную потому что когда у вас двигатель только что поработал заведенный был масло часть масла остается в цилиндрах в системе и нужно долго ждать пока мы все обратно стечет чтобы правильно проверить уровень соответственно если даже вы не на холодную проверяйте подождите хотя бы минут десять пока все масло стечет и потом уже можете доставать щуп и проверять уровень вот такие вот советы рекомендации все всем спасибо всем пока